Такие встречи, такие частые контакты. И боевиков везет. И боевиков везет. Туркам-то нужна война. Для чего? Чтобы закрепить влияние Эрдогана внутри. В каждой стране экономические проблемы, в каждой стране политические. И у него один путь. Это пан-туркизм, пан-исламизм. Это проблема для него. Поэтому он хочет победив через Азербайджан Южный Кавказ, сказать туркам. Вот видите? У нас уже не просто Турецкая республика. У нас уже Османская Турция. Мы пришли уже туда, к нашим братьям Азербайджану. Ведь он говорит как? Значит, два народа, но одна страна. Или две страны, но один народ. Две страны, один народ. Но у него-то мечта сделать один народ и одна страна. То есть воссоединиться с Азербайджаном. И получить выход к Каспийскому морю. У него и так черная, мраморная, гейская, среднеземная, Каспийская. А на том берегу Тухмения. А потом еще часть северного Ирана, где тоже азербайджанцы. То есть он хочет продолжать хоть что-то урвать. Вот Сирия. Почему нужна была Северная Сирия? Там курды. Чтобы их уничтожить. Чтобы они не могли соединиться с турецкими курдами. Ирак. Он сколько раз войска вводил. Чтобы иракские курды не могли с турецкими соединиться. 40 миллионов. Поэтому он провоцировал обострение обстановки и в Сирии, и в Ираке. То же самое сейчас здесь. В Сирии он уже повязан. Там у нас совместные действия. И сейчас мы нанесли удар. Раз ты лезешь в Азербайджан, получай в Сирии по зубам. Следующий этап. Если нам придется идти на разрыв с Турцией. Поддерживать курдов. В советской власти мы поддерживали рабочую партию Курдистана. Это Абдулау Джалан. Я его знал. Он был в 98-м году здесь. Я с ним разговаривал. И уже больше 20 лет в одиночной камере, в мраморном море, на острове. Вот. Поэтому убрать турок с Азербайджана, выбить их из Сирии и через Сирию начать поддержку турецких курдов. Так бы я сделал. Но как это будет на самом деле? Это генштаб, это служба внешней разведки, это совет безопасности. Тогда можно ослабить наступление на Армению. И остановить эту войну. Вот. И могут появиться какие-то основания для... И вот еще один, четвертый вариант. Значит, убрать турок с Азербайджана, ударить по ним по Сирии, помочь курдам. Четвертое, дать вам максимально мощное оружие. Если турки дают азербайджанцам, почему вам не дать? Тем более Азербайджан не член НАТО, не член Евросоюза. Вот четыре направления, которые могли бы заставить Азербайджан прекратить любые действия. Ибо он увидит последствия. Разрушенные города, убитые люди, много в плен взятых. Вот это четыре вещи. Спасибо. Спасибо. Значит, Владимир Вольфович, кстати, дает рекомендации, исходя из своего опыта, человека, офицера штаба Закавказского военного округа, человека, длительное время изучающего регионы. Это называется профессионализм. Все остальное, когда я слышу многих так называемых экспертов, которые могут разговаривать обо всем ни о чем, это трата времени и введение заблуждений наших людей.